Продолжать строить СМИ на принципах старой школы медиа значит вести заранее проигранную войну. Это утверждение стало лить мотивом лекции молодого медиа-менеджера и бывшего гендиректора телеканала LifeNews Ашота Габрилянова. Так же, как и всемирно известные сети фастфуда не выдерживают растущие тенденции к здоровому образу жизни, так и традиционные медиакомпании рискуют уступить новым форматам потребления аудитории контента, успеть к ним пристроиться и быстро улавливать тренды – вот залог успеха. Как пример эффективной новостной медиакорпорации журналист назвал американский портал BuzzFeed. Одно из главных преимуществ сервиса – рубрикация материалов по эмоциям вместо привычной классификации на спорт, экономику, политику и т.д. Посмеяться, растаять в нежностях или понегодовать – всё это предоставляется читателю на выбор. Как считает Ашот Габрилянов, скоро мы увидим совершенно новый мир журналистики, где главным помощником будет компьютер. Мир, где компьютер будет очень сильно помогать. Я не скажу, что компьютер там заменит человека в ближайшие несколько лет, но то, что он будет активно помогать в поиске контента, в обработке информации – это действительно факт. Глобальное изменение ждёт и телевидение. Меняться будет хрон, формат и, конечно же, контент. Те СМИ, которые смогут эффективнее настроить свою работу и эффективнее упаковывать контент для того, чтобы зритель тратил меньше времени на получение нерелевантного ему сюжета, будут, собственно, и выигрывать. Кто из существующих СМИ выдержит битву за интернет, покажет только время. Диана Авакян, Ленардо Влетьяров, Универниус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова